Всем привет, друзья! Что мы обычно делаем, когда отправляемся в путешествие по другой стране? Пожалуй, покупаем туристический гид или просто лезем в интернет разузнать, какие места вам точно следует посетить. Но часто так случается, что самые любопытные и оригинальные места в справочниках не упоминаются. Не проблема! Сегодня мы расскажем вам об удивительных уголках, природных явлениях и загадках со всего мира. А вы не забывайте брать их на заметку и подписываться на канал. Поехали! Каменная река Слышали о метеорите, который упал на территории России в 2013 году? Тогда о существовании города Челябинска узнали, пожалуй, во всем мире. Но Южный Урал, где этот город располагается, славится не только странной космической активностью. Здесь есть огромное количество природных богатств, горы, озера и леса. Но о таком природном явлении, которое мы вам сейчас покажем, вы точно еще не слышали. Перед вами самая настоящая каменная река, которая расположена в национальном парке Таганай. По сути, это 6-километровое нагромождение каменных глыб весом до 10 тонн, которое с высоты птичьего полета действительно похоже на настоящую водную артерию. Места, где вы встретите такое чудо природы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Удивительно, но происхождение Таганайской каменной реки до сих пор до конца не изучено. В Московском государственном университете имени Ломоносова даже есть отдельный научный центр, который занимается этим вопросом. По основной версии ученых, каменная река образовалась из-за схода ледника, который произошел здесь более 10 тысяч лет назад. Разноцветные бассейны Как-то раз американский спутник дистанционного зондирования Земли под названием Ленд Сад-8 пролетал над рекой Колорадо в штате Юта. Казалось бы, что интересного можно найти посреди невзрачной пустыни? Оказывается, много чего. На этот раз аппарат, например, запечатлел два ярко-синих пятна. Но присмотревшись получше, можно заметить, что они пестрят сразу множеством разных оттенков, прямо как палетка каких-то необычных теней. Так откуда в этой сухой местности водоемы совершенно инопланетных цветов? Может, это просто ошибка в работе спутника, и на самом деле бассейн голубой? Вы удивитесь, но перед вами месторождение калийной соли, которое эксплуатируется здесь еще с 1965 года. Вот как это работает. Сначала рабочие бурят скважины в соляных породах неподалеку, потом заливают в них горячую воду, а получившийся раствор откачивают. Этот раствор и заливается в те самые искусственные пруды, которые вы видите. Около девяти месяцев в этих прудах идет процесс испарения. Вы можете спросить, но все-таки почему эти пруды обладают такими странными оттенками? И мы ответим, краску именно этого цвета добавляют в тот самый раствор, поскольку она легко поглощает солнечные лучи и ускоряет процесс испарения. В зависимости от концентрации жидкости оттенки могут меняться, а желтые и красные цвета им придают содержащиеся в растворах водоросли. Инопланетяне здесь ни при чем. Каждый год в самом сердце штата Орегон бесследно исчезает целое озеро. Оно так и называется – потерянное. Где-то полгода на его месте стоит самый обычный луг, а потом снова появляется водоем. И так по кругу. Как такое возможно? Кто или что за этим стоит? Конечно же, всему есть природное объяснение. Вода из озера стекает в особое отверстие диаметром около двух метров, прямо как содержимое обычной ванны. Это отверстие предположительно является лавовой трубкой, которая сформировалась здесь впоследствии вулканической активности более 12 тысяч лет назад. Таким образом, в жаркие месяцы все содержимое озеро оказывается под землей. Но ближе к зиме, когда количество осадков начинает превышать объемы уходящей в трубу воды, озеро снова наполняется жидкостью и цикл повторяется. А вот куда уходит вся слитая вода – доподлинно неизвестно. Ученые предполагают, что она проникает сквозь потрескавшиеся вулканические породы и становится грунтовой. Это значит, что в будущем такую воду будут использовать для водообеспечения ближайших городов. Вот это настоящий великий круг жизни, как говорил Муфаса из «Короля льва». К слову, похожие озера существуют и в других частях мира. Например, Ла Карима, расположенная в Северной Ирландии. Оно тоже постоянно то появляется, то исчезает. Правда, вовсе не из-за последствий вулканической катастрофы. Просто это озеро расположено на особом меловом дне, которое легко пропускает воду. Кроме того, на дне есть что-то вроде пробки. Нередко эта пробка забивается торфом, и тогда Ла Карима выглядит как совершенно обычное полноводное озеро. Но стоит в погоде стать чуть более засушливой, а пробки исчезнуть, вся вода тут же стекает под землю. Догадаться, что когда-то здесь был водоем, становится решительно невозможно. Кстати, в прошлом через Ла Кариму даже строили дороги, что позже привело к нескольким инцидентам. Видимо, строители переправы просто не заметили подвоха. Каменные сферы Для того, чтобы однажды отправиться в прекрасную Новую Зеландию, есть множество причин. Как минимум, вы собственными глазами увидите пейзажи из культовой саги «Властелин колец». Батюшки, да тут красиво, как в метро. А еще множество невероятных растений и животных эндемиков. Но об этом удивительном явлении вы точно не слышали. Это валуны майораки, которые расположились на побережье южного острова Новой Зеландии. Необычные сферические камни образовались здесь под действием водной эрозии. Однако было бы странно, если бы у столь загадочного природного феномена не нашлось и своей легенды. Маори, например, считали, что майораки – это затвердевшие предметы, которые 60 миллионов лет назад прибило к берегу вследствие ужасного кораблекрушения. Просто представьте, сотни каменных шаров разного диаметра лежат на протяжении 300 метров живописного пляжа. Они словно любуются морем и кого-то ждут. Это выглядит невероятно странно, но поэтому и привлекает сюда такое количество туристов. Где еще вы сделаете такие оригинальные фото с побережья? Не все же держать солнце в руках? Грибной круг Следующее явление вы можете найти во многих странах мира, где растут шампиньоны, мухоморы, сморчки и другие грибы. Впрочем, это вовсе не означает, что речь идет о чем-то обыденном. Даже само название «Ведьмины круги» уже сообщает нам о таинственной природе этого феномена. Дело в том, что иногда на лесных опушках можно увидеть целое скопление грибов, которые образуют идеальный круг. Диаметр таких колец может достигать нескольких десятков, а то и сотен метров. В средневековой Европе происхождение странных кругов как только не объясняли. Англичане, например, верили, что они появляются на месте ночных хороводов фей. А вот немцы были менее романтично настроены и списывали странное природное явление на происки ведьм. Но на самом деле за всем этим, конечно же, стоит природа. Разгадка в том, что собранные нами грибы это лишь небольшая часть огромного организма, а большая его часть называется мицелий и располагается под землей. Эти тонкие ниточки растут равномерно во все стороны от центра и со временем приобретают форму круга. Просто чаще всего этот процесс нарушается из-за вмешательства человека. А вот если грибницу совсем не трогать, то она так и останется круглой. Изогнутый лес Удивительно, как ни один режиссер фильмов ужасов еще не догадался отправиться в Польшу и снять новую картину в этом необычном месте. Просто представьте, как особенно напряженные сцены смотрелись бы на фоне густой рощи из кривых деревьев. Ведь на сотню сосен здесь нет ни одной обычной. А самое удивительное состоит в том, что никто доподлинно не знает причину столь странного природного явления. Предполагается, что такие деревья вывели в Польше специально, но для каких целей и как именно – неизвестно. Впрочем, разные техники искривления ствола дерева действительно существуют. Обычно они применяются для последующего создания необычной деревянной мебели или лодок. Водопад-невидимка Некоторые люди ошибочно полагают, что современный человек уже разгадал все тайны природы. Наивные. По всему миру располагается множество загадочных мест, которые все еще вгоняют в ступор, даже опытных исследователей. Например, удивительный водопад «Чайник дьявола», который расположен в государственном природном парке имени судей Кларенса Мэгни, штат Миннесота. Вот в чем дело. Вода реки Брул в этом месте разделяется на два потока. Один из них ведет себя как обычный водопад – падает вниз и продолжает течение, а второй бесследно пропадает в каменном отверстии. Ученые годами пытались понять, куда именно попадает эта вода. Они бросали в реку тысячи пластиковых шариков, и все они исчезали навсегда. Сегодня некоторые гидрологи уверены, второй поток позже возвращается в русло и соединяется с первым. Но как именно, выяснить пока так и не удалось. Сказочный гейзер Есть ощущение, что этот удивительный объект – результат искусной компьютерной графики, правда? Отлично вписался бы в декорации «Колиси в стране чудес», например. Но нет, это место действительно существует. Перед вами искусственный гейзер «Флай», расположенный в американском штате Невада. Самое забавное, что появился он совершенно случайно. Больше ста лет назад здесь, на территории одного ранчо, бурили скважины для колодца. И, судя по всему, случайно повредили геотермальный карман, сами того не знаем. Каково же было удивление владельцев Земли, когда через 50 лет кипящая вода хлынула на поверхность? Так и возник удивительный ландшафт гейзера за счет разных минералов, которые растворялись под действием горячей температуры. Синхронный полет Забудьте об АСМР и вечерних медитациях. В следующий раз, когда вам срочно нужно будет успокоиться перед сном, просто включите видео с мурмурацией скворцов. Мы серьезно. Созерцание сглаженных движений огромной стаи этих удивительных птиц буквально вводит человека в транс. Просто посмотрите на эти объемные фигуры. Такое ощущение, что за птиц движение просчитывает какая-то нейронная сеть. Ведь во время полета они даже не сталкиваются друг с другом. Но для чего это вообще нужно? Оказывается, с помощью воздушных трюков скворцы и некоторые другие птицы защищают стаю от хищников. В первую очередь ястребов и соколов. Чаще всего появление в небе огромной движущейся фигуры сбивает с толку неприятеля. Однако даже если он все-таки решится на атаку, то выхватить жертву из множества синхронно перемещающихся птиц будет почти невозможно. Морское капучино Кажется, кто-то снова решил смешать мента с сколой. Вот лишь одна из многих ассоциаций, которые приходят в голову при виде этой картины. А вот австралийцы часто поэтично называют это явление морским капучино. Но, честно говоря, мы бы не рекомендовали вам торопиться принимать участие в такой пенной вечеринке. Для того, чтобы на берегу появилось такое природное явление, должно сойтись несколько факторов. Достаточное количество океанического мусора и водорослей, высокая температура, высокое содержание соли и сильный ветер. Так что коричневая пена – это своеобразная смесь из мусора и соли. Она начинает бродить и пузыриться в теплой воде, а позже ветер и течение помогают ей попасть на берег. Звучит так себе, правда? Удивительные облака В школе вы наверняка учили, что облака бывают перистые и кучевые. Но это лишь вершина айсберга. Каких только чудес еще не увидишь в небе. Вот, например, метеорологическое явление под названием грозовой воротник. Он перемещается в воздухе со скоростью до 60 км в час и сопровождается шквалами, порывами ветра и скачками давления. Стоит ли говорить, что для самолетов соседство с такими облаками довольно опасно? Кстати, некоторые специалисты считают, что грозовые воротники – это не что иное, как спящие торнадо. А вот еще один необычный вид облаков, за которыми можно спокойно наблюдать без страха оказаться в эпицентре урагана. Их называют вымиобразными и встречают преимущественно в тропических широтах нашей планеты. Зрелище само по себе впечатляющее. Но если вам повезет наблюдать его на закате или рассвете, то можете считать себя настоящим счастливчиком. Озеро из луж Может показаться, что перед вами множество маленьких прудиков. Но все это – одно единственное озеро под названием Spotted Lake, расположенное в Канаде. Его странный внешний вид объясняется высокой концентрацией минеральных веществ – сульфатов магния, натрия и кальция. В жаркие месяцы года большая часть воды в озере испаряется, и оно превращается в скопление небольших пятен воды разных цветов. Красиво да жути, но трипофобам лучше не приближаться. Народ, не расходимся. Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней, только экшен, только приключения, погони и сражения, признания в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй – личный дневник. Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться!